В Одессе начнут поддерживать детей с редким заболеванием, муковисцидозом. Это генетическое заболевание, при котором нарушается работа внутренних органов. Правда, проект заработает только со следующего года, но для таких деток это настоящее спасение. Как это жить с неизлечимой редкой болезнью? Смотрите в нашем следующем сюжете. Пятилетняя Аня создает дом своей мечты. Двухэтажный, с большим количеством окон. Пока из конструктора. В реальности же девочка и ее семья ютятся в небольшой однокомнатной квартирке. Их еще называют малосемейками. А кем ты бы хотела работать в будущем? Начальником. Аня гиперактивный ребенок. Любит проводить время на улице, ездить на самокате и испытывать на прочность детские площадки в родном Черноморске. Увидев эту милую девочку, вы никогда не догадаетесь, что она неизлечимо больна. Диагноз ее очень редкий и зовется сложным словом – муковисцидоз. У нее патология. Генетическое заболевание. Вот что папа и мама – это два носителя, а вместе – больной ребенок. При муковисцидозе нарушается работа многих органов. Страдает в первую очередь дыхательная и желудочно-кишечная система. Такие дети много болеют. Обычная простуда может стать для них смертельной. Чтобы выжить, они каждый день приходится принимать горсть лекарств и пользоваться специальным аппаратом с кислородом. Это таймер. Это включается, это спуск воздуха, когда уже он проработался, чтобы ему… Сюда наливается водичка. Здесь регулятор. То есть смотря на какой возраст. Если маленький, то до трех. Если старше, то до пятерки. Но нам хватает тройки. Потому что если ты, не дай бог, подашь больше, может разрыв легкого быть. Полтора года девочка с мамой пролежала в реанимации. Изначально медики установили неверный диагноз. Думали – бронхит. Муковисцидоз частенько путают с другими болезнями. Если честно, я вообще ничего не понимала. У меня такое было состояние шоковое. На тот момент вообще ничего не было понятно. Узнав о диагнозе дочери, папа от семьи отказался. Сейчас у Ани есть младший брат Ванечка от другого отца. И он абсолютно здоров. В городе с таким диагнозом всего два ребенка. Во всей области около 60 человек. Самой старшей – 24. Государство содействует не особо активно. Программа поддержки прекращается, как только больным исполняется 18. Когда ставят диагноз муковисцидоз, к сожалению, раньше у нас и была такая направленность, что родителям говорили – рожайте второго ребенка. То есть как бы уже где-то на подсознательном уровне не даем мы шанс этому ребенку выжить. Эти дети умирали постоянно. То есть они не знали, как их лечить. К слову, средняя продолжительность жизни в Европе пациентов с муковисцидозом – 50 лет. В Украине – 15. Чтобы исправить эту ситуацию, на днях в ОГА огласили о создании рабочей группы по поддержке детей с генетической болезнью. Сначала планируют заниматься обеспечением лекарств, а дальше, возможно, полноценной реабилитацией. Ведь помимо медикаментов, таким детям жизненно необходим спорт. Специальные упражнения помогают выходить слези из легких. Я в первую очередь хотела, чтобы до людей донесли, что такое муковисцидоз, чтобы они понимали, что это каждого может коснуться. Проект заработает с Нового года. А пока родители учатся спасать своих детей самостоятельно. Анна Гренив, Алексей Пережилин, 7 канал.